Валюта, как известно, тот же товар, и контроль за перемещением ее через границу возложен на таможенные органы. Отличить законопослушного гражданина от нарушителя, стремящегося уйти от налогообложения, задача непростая. Но, как показывает практика, выполнимая, если линейный инспектор – настоящий профессионал. Благодаря профессионализму одного из сотрудников таможенного пункта пропуска Первомайск, был обнаружен факт недекларирования 70 тысяч долларов США. Ситуация была следующей. Гражданин Молдовы следовал из Молдовы в Республику Украины и заверил на территории таможенного пункта пропуска Первомайск линейного инспектора в том, что ему нечего декларировать. И предъявил досмотр 3000 долларов США. Однако было заметно, что гражданин явно нервничает. Исходя из этого, инспекторам было принято решение более тщательного досмотра в отношении данного гражданина и его транспортного средства. В результате чего в барсетке гражданина было обнаружено 7 пачек 100-долларовых купюр. Незадекларированная валюта была изъята. Осуществлено ее исследование. А в отношении пытавшегося схитрить гражданина возбуждено уголовное дело. Чтобы не оказаться в подобной щекотливой ситуации, советуем запомнить ряд простых правил. Напоминаем гражданам, что без письменного декларирования им разрешается ввозить и вывозить валюту в эквиваленте до 10 тысяч долларов. Свыше 10 тысяч долларов необходимо осуществлять письменное декларирование валюты. При этом взимается 0,18% от таможенной стоимости. В случае вывоза валюты в сумме превышающей эквивалент 10 тысяч долларов, помимо письменного декларирования, необходимо еще предоставить разрешение из полномоченного банка, либо декларацию на ввоз данного количества валюты. Таким образом, математика нехитрая. С каждых 10 тысяч долларов, декларируемых таможенным органом, придется заплатить сбор в размере 18 долларов. А это несоизмеримо меньше, чем штрафы и серьезные проблемы с законом.